Привет! Не часто в последнее время выходят туториалы, а все потому что рубрика теряет популярность, ну по крайней мере по просмотрам, поэтому если хотите поддержать формат, от вас полный просмотр этого выпуска. А рисовать сегодня будем вот этот морской пейзаж. Это еще одна картина из разряда «Выгляжу здорово издалека», но зато рисовать ее не очень сложно и можно управиться за полчаса-час. Для этой работы вам нужны будут следующие арт-материалы, и тут я хочу поподробнее сказать про бумагу и кисти. Бумага обязательно должна быть плотная. Вообще здорово, если это будет специально акварельное с содержанием хлопка. А кисточки, их нужно как минимум две. Вот такая большая, не меньше девятки, это обязательно. И средняя. Материал синтетика или белка. Если станете забивать на эти советы, вам может быть придется бороться с материалом. Перед тем, как рисовать, советую чем-нибудь проклеить лист по краям. Например, скотчем. Так он у вас меньше скукожится, а это важно, потому что в этот раз будет много воды. Рисование начинается с легкого линейного наброска. Тут нужно наметить самые важные элементы. Сначала горизонт, примерно на 1 четвертую высоты листа. Здесь, кстати, можно использовать подручные материалы. Над горизонтом можно слегка обозначить горы. Ну и дальше остается центральный объект композиции. Это яхта. Чтобы вас примерно по пропорциям сориентировать, ее длина чуть больше половины листа, располагается яхта примерно посередине и чуть-чуть развернута. Вы, конечно, можете что-то и от себя добавить, но мне вот такое расположение кажется оптимальным. Яхта будет парусная, но парус, наверное, нарисуем свернутый, чтобы задний план не загораживать. Очень важно, что все вот это построение нужно делать бледно, а то линии потом будут через акварель просвечиваться. И рисуем без какой-то глубокой детализации, просто намечаем какой-то минимум. Готово. Теперь можно и с краской поработать. Делаем небольшую подготовку на палитре. Выкапываем из кисточки цвета. Можно сразу все. Это оттенки синего, фиолетовый, черный, красный и сепия. Список всех пигментов из этого рисунка вы видите сейчас на экране. Ну а я пока что только двумя ограничился и сейчас делаю подготовку к заливке. Взял среднюю кисточку и прописываю водой контуры лодки и горизонта. Хорошо. Теперь можно делать заливку. Вот та подготовка, что я только что сейчас сделал, дает два бонуса. Во-первых, краска растекается красиво, а во-вторых, она не заедет туда, где вы не намочили. Главное подготовку сделать аккуратно, но если накосячите, сушите лист и пробуйте еще, пока не получится. И это все без вреда для рисунка. Вот такой полезный лайфхак вам в копилку. Ну и сразу еще одна хитрость. Перед тем, как красить правую половину рисунка, намочите посильнее низ левой заливки. Это нужно, чтобы сделать потом плавный тон без ступеней. А то пока с правой стороны вы будете водиться, краска подсохнет и потом тяжело будет ее вытянуть. Вот. Работаю я сейчас одним цветом. Пигмент называется голубая. Такое вот название. Лично я набираю цвета чаще из кювета, а не с тарелки. Там я стараюсь экономить, но новичкам такой способ хуже подходит. Можно слишком много цвета взять. В этом нужен опыт. Ну и иногда даже я перепроверяю себя на втором листке. Так что с палитрой работайте. Сейчас вы видите, как я въехал кисточкой в левую половину. И ура, моя военная хитрость сработала. Краска не успела схватиться. И теперь можно спокойно вниз все это дело растягивать. Обратите внимание, что я в основном горизонтальными движениями работаю. Кисточка в меру мокрая должна быть, но не слишком. Воды должны хватать на пару-тройку длинных мазков, чтобы в конце лужи не оставалось. На этом этапе нужно кое-где пропускать заливку. Эти белые непрокрашенные места – будущие блики на волнах. Очень желательно их делать параллельно лодке. Вот здесь я решил вернуться вверх, чтобы добавить света. Вы же, наверное, знаете, акварель при высыхании светлеет. И вот решил потемнее сделать, но зря. И так было, в принципе, нормально, а теперь не такая ровная заливка получается. Чуть позже буду убирать лишнее, всякие капельки некрасивые. И это очень легко делается. Протираем кисточку салфеткой почти насухо. И кончиком впитываем излишки. Кстати, то же самое можно и с салфеткой-туалетной бумагой делать. Только один нюанс – она сильнее краску убирает. Поэтому ей лучше не выравнивать цвет, а рисовать. Я вон сейчас две волны сделал. Окей, окай, окай. Ну, пока что неказисто рисунок выглядит, если по чесноку. Но это пока. Пускай этот слой подсохнет чуть-чуть. И чтобы не терять время, можно поработать над яхтой, например. Я понакапал новых цветов на палитру. Теперь буду чаще ей пользоваться, потому что нужны будут смешанные оттенки. Естественно, работать сейчас удобнее небольшой кисточкой. Особенно, если у вас синтетика. Потому что белка, она может собираться в очень тонкий кончик. Именно этим кончиком я сейчас рисую. Цвета в работе беру очень бледные. Намешиваю разные оттенки с уклоном в синий. Это даст большее цветовое разнообразие. И рисунок в итоге получится интереснее. Как видите, ничего особо детального на этом этапе работы нет. Просто добавил некоторые цвета. Появилось разделение на корпус и рубку. И вот сейчас немного еще над мачтой поработаем. Тут есть важный момент. Вы можете заметить, что кое-где я ставил зазор между судном и морем. И это не просто так. Море это еще у нас не подсохло. И если вот без такого зазора сразу яхту выписывать, краски будут перетекать в море. И мы не получим четкого края. То есть мы или ждем, пока высохнет. Или делаем зазором. Я этим принципом еще не раз буду пользоваться. Ну а сейчас намечаю спасательный круг. Краска там подсохла, поэтому можно. Ну вот, готово. С яхтой пока что все. Наметим горы. Для этой части лучше выбрать какие-то земляные оттенки, типа сепии, перемешку с фиолетовым. Чтобы получилось грамотно, эту часть нужно делать относительно бледно. А вот я сейчас мазанул так мазанул. Но это и хорошо на самом деле, потому что можно показать вам, как быть в таких ситуациях. Пока краска не высохла, нужно быстро промыть кисть и дальше растянуть ей кляксу. Если все равно слишком жирно осталось, можно к туалетной бумаге обратиться. Ну а я сейчас заканчиваю. Побольше фиолетового сюда добавлю. И будем переходить к следующей части. Итак, следующая часть. Это, по сути, предыдущий кусок работы. Пока море еще окончательно не застыло, начинаем прописывать основу волн. Эта основа должна быть, ну, хотя бы с каким-то намеком на плавность. Поэтому предварительно смачиваю будущие волны водой. Ну или более светлым оттенком. А потом середину заливаю темной. Пока что получаются какие-то отдаленные намеки. Пусть сохнут, а пока что можно заняться небом. Опять делаю подготовку и заливаю все сплошным голубым. Важно постараться, чтобы левая и правая половина получились по тону одинаковые. Ну вот, вроде бы более-менее получается. Никуда не залез, да и пустот, в принципе, на рисунке почти не осталось. Делаю небольшие манипуляции на палитре и сейчас буду снова возвращаться к прописыванию моря. Вода под яхтой будет в тени. Поэтому рисую это место темными тонами. Сначала смесью синего и черного. Ну, а чуть дальше пойдет ультрамарин. Вот эта большая масса должна расщепляться на более мелкие. Мы же все-таки волны рисуем. И еще цвет постепенно светлее становится. Где-то можно даже вписать вот такие дрожащие полоски. Это прям вообще здорово смотрится. Хотя, конечно, настоящие волны и море, они устроены посложнее. Я здесь просто пытаюсь показать вам простую, но симпатичную имитацию. Интересный момент. Вы сейчас видите, как по-разному ведет себя материал на сухом и мокром основании. То, что ближе, я вам тоже советую по-мокрому рисовать. Ну, чтобы получилось какое-то более-менее плавное состояние волны. Сейчас заканчиваю с передним планом и расскажу, как делать дальний. Там все гораздо проще. Итак, лично мне нужно сделать небольшую подготовку на палитре. Хочу добавить море немножко других оттенков. Больше зеленоватых. Это будет смесь индиго и голубого. Цвет здесь, естественно, более прозрачный. Рисую кончиком кисточки полоски. Очень плотно их укладываю. Оставляю небольшие просветы кое-где. Но это именно волны будут. Но обратите внимание, что ближе к горизонту вообще все сливается. Потому что так работает перспектива. Симпатичненько на самом деле получается. Но мне не совсем нравится, что выглядит передний план слева как-то не очень. Вертикальные потеки по типу мороза получились. Их там надо убрать. Пока краска влажная, это несложно сделать салфеткой. Окей, ну вот уже что-то более-менее напоминающее морской пейзаж получилось. Сейчас сделаю мелкие правки водной части и начну детализировать. Естественно детализация начинается с парусника. Потому что ну уже давно вот руки чешутся у меня. В формате такого рисунка как-то реалистично прописывать его нет смысла. Поэтому только какие-то общие уточнения делают. Мазками подчеркнул края борт и рубку. Еще надо показать отражение воды по ватерлинии. Обычно ее красным делают, но у меня будет синяя. Чтоб снизу появились отражения, проводим полоску чуть выше. И протягиваем цвет мокрой кисточкой. Вот так. Ну а вот что бывает, если выписывать детали по неподсохшей поверхности. Неприятненько, но это небольшая беда. Вообще я хочу, чтобы вы не расстраивались из-за каких-то вот таких ошибок. Многое можно исправить. И все требует практики постепенного усложнения. Для тех, кто случайно попал на канал, хочет подтянуть свои навыки по акварели, но пока что боится браться даже за вот такую работу, советую глянуть вот это видео. Там теория и немножко упражнений для акварелистов. Они помогут вам поверить в себя. Ну а сейчас я еще немножко доработаю свой корабль мечты и расскажу, что ж еще можно сделать с окружением. Яхта почти готова. Сейчас хочу дать ей буквально пару минут отстояться, чтобы можно было еще деталик навалить. Ну а пока отвлекусь на окружение. Думаю, очень здорово будет смотреться легкая дымка на заднем плане. Это такая воздушная перспектива. Обычно такие вещи делают в синих тонах, но я легкий фиолетовый взял. Провожу полоску по горам вдоль горизонта и растягиваю ее вот так. Теперь задний план лучше сочетается с яхтой. Ну а самой яхте добавлю еще немножко мелочевок и пропишу неоднородной заливкой свернутый парус. Готово. Но пока что это не все по яхте. Вернусь к ней в самом конце, а сейчас хочу сделать поконтрастный передний план. Тут ничего сложного, просто добавляю новые, еще более темные полосы поверх старых. Вот так. Важно, чтобы их было немного и они не перекрывали полностью то, что находится под низом. Хочется мне подправить еще здесь один момент. Некоторые белые куски на воде смотрятся, ну, слишком белыми. Немножечко их сейчас подзабьют тоном. Ну и еще пару мелких правых добавлю сюда. Ну что, вот мы и возвращаемся к яхте. И сейчас будет один очень сложный момент. И можно вообще всю работу запороть. Это канаты. Нарисовать их ровно и тонкой кисточкой непросто. Поэтому потренируйтесь на другом листе. И если не получится, можно то же самое сделать тонким фломастером или зубочисткой смоченной в краске. Но там тоже нужно потренироваться. У меня же рисунок почти готов. Сейчас еще кое-чего по мелочи подправлю. И можно будет смотреть на результат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все готово. Я понимаю, что рисунок не впечатлит зрителя своей реалистичностью, проработанностью. Но зато какой-то достойный и несложный вариант морской живописи я вам показал. А сейчас предлагаю поучаствовать в конкурсе по этому рисунку. Переходите по ссылкам в описании группу канала. Там все подробности. Удачи вам. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok